Всем привет! В этом видео мы познакомимся с дополнением плагина Технониколь, а именно новым инструментом Теплотехнический расчет. Данный плагин совместим с программным продуктом Autodesk Revit, начиная с 17 и заканчивая 22 версией. Стоит заметить, что теплотехнический расчет позволяет рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного слоя, исходя из требуемого приведенного сопротивления теплопередачи для конкретного региона и типа строительной системы, с учетом теплотехнических неоднородностей конструкций. Расчет производится в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, а именно SP50-133-30-2012 года, тепловая защита зданий. SP-131-133-30-2020 года, строительная климатология, а также SP-23-101-2004 года, проектирование тепловой защиты зданий. При активации вкладки расчет теплозащиты стоит заметить, что на выбор доступны только конструкции, участвующие в расчете, а именно кровля, покрытие, конструкции стен и фасадных систем, перекрытие, фундаменты. Но недоступны конструкции витражей, дверей, окон. Данный перечень относится к таблице из SP50. Выберем с вами конструкцию покрытия. Новое окно теплотехнического расчета поделено на два блока. Первый блок – непосредственно сам теплотехнический расчет с вводом исходных данных. А второй – это состав конструкции. Изучим каждый блок по порядку. Сначала пользователь должен заполнить все недостающие значения для выполнения последующего расчета, а именно выбрать город из списка или ввести вручную. Выбрать категорию здания из предложенного списка, а также выбрать вид окраждающей конструкции, которая поддается расчету, а также ввести влажность в процентах. Стоит заметить, что температуру пользователь вот так может менять интерактивно. Также здесь имеется некая подсказка по температуре помещений. Она меняется в зависимости от выбранной категории здания. Во вкладке «Источник» пользователь может выбрать несколько вариантов из предложенных, каждый из которых несет в себе предустановленные коэффициенты неоднородности и описание конструкции. Так пользователь может выбирать описание конструкции в зависимости от выбранного типа конструкции. Если менять вид окраждающей конструкции, то данная вкладка также видоизменяется. Если проектировщику нужно выполнить теплотехнический расчет с учетом тепловых полей, он может воспользоваться онлайн-калькулятором «Технониколь», перейдя по данной ссылке. Когда все исходные данные заполнены, перейдем к составу системы. Данная вкладка для нас уже знакома по видео «Библиотеки Технониколь». В обновлении добавилось два столбца. Первое – это теплопроводность лямбда А и теплопроводность лямбда Б. Данные параметры сделаны общими. При работе с плагином данные параметры добавляются также в проект. Параметры теплопроводности можно также посмотреть в SP50, 133, 30, приложении Т, таблице Т1. Плагин работает не только с системами «Технониколь», но и с любыми пользовательскими. Главное, чтобы были заполнены параметры теплопроводности в самих материалах. Данные параметры поддаются редактированию. То есть пользователь может их отредактировать, а далее уже сохранить слои. И также можно выполнять с пользовательскими материалами и системами. После заполнения всех данных программа сигнализирует пользователю о том, что расчет либо проходит, либо не проходит и необходимо увеличить толщину теплоизоляции. Также пользователь может ознакомиться с финальным отчетом, нажав на данную пиктограмму «Открыть отчет». Здесь представлено полное описание конструкции, всех введенных исходных данных, а также представлен полноценный расчет с формулами и ссылкой на нормативные документы. Также пользователь может сохранить данный отчет в формате Word. Имеется два способа использовать данный расчет. Это через кнопку на ленте, как мы с вами сейчас только что разобрали данный метод, а также непосредственно из каталога конструкций. Перейдя в каталог конструкций, выбрав TN-кровля Smart, к примеру, нажав «Структура», и у нас с вами откроется привычное уже для нас окно по теплотехническому расчету, где представлен непосредственно сам пирог конструкции, а также теплотехнический расчет с полным функционалом. Пример расчета будет разобран в следующем видео. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok